Всем привет дорогие друзья, с вами Дарвиди и сегодня мы разберем такое приложение ВКонтакте, как Battle Towers. Что ж, давайте посмотрим эту игрушку в деле. Так, вот такой старичок с нами приветствуется. Приветствую вас, мой спаситель, я рад, что именно вы меня спасли. Случилось непоправимо, погиб наш великий король и теперь все подряд будет бороться за трон. Я счастлив, что именно вам я могу помочь стать величайшим полководцем и новым властелинем, властителем наших земель. Но давайте сперва разберемся, что и как тут устроено. Да, давайте же разберемся, как это все устроено. Так, вопросик такой. Вы всегда можете получить мой совет, нажав на эту иконку, понятно. Так, в любой момент вы можете отключить звук и музыку в игре, а также развернуть игру на весь экран. Все ясно. Так, синий кристалл, зеленый кристалл. Обратите внимание на вашу казну. Зеленые кристаллы – основная валюта в торговле. На особо редкие вещи вы можете купить только за синие кристаллы. Хорошо. Чтобы больше, чем больше боев в борьбе за трон вы проводите, тем опытнее становитесь. Ваш опыт отображается в отдельной шкале. Как только наберется достаточное количество опыта, вы получите новый уровень. Круто. Так. За каждый новый уровень вы получаете очки развития. Их вы можете потратить на новые знания и улучшения вашего замка. Крутяк. Вот это я обожаю. Давайте продолжим. Архитектор. Это главная ветка талантов, направленная на усиление замка и других строений. Воитель. Здесь вы можете открывать новые виды войск, улучшать их и изучать полезные в сражении навыки. Круто. Оруженник. Тут вы можете открывать новые виды снарядов и пушек, которые, безусловно, помогут вам в уничтожении замка противника. Крутяк. Страж поможет вам изучить различные виды защиты замка. Так. Чародей. Это ветка ваших магических особенностей. Вы можете обрушить на врага ужасные заклинания или помочь своим войскам, вылечив их или усилив их. После изучения ядер или заклинаний в соответствующих разделах, их можно будет покупать в магазине в нужном вам количестве. Помните, что особо редкие вещи можно купить только за синий кристалл. Если вам не хватает каких-либо кристаллов, вы можете приобрести их в магазине. Так, что тут есть? Удвоение опыта, прирост энергии, удвоение рейтинга, добавить энергии, сброс навыков. Также в магазине есть специальный раздел, в котором доступны особые улучшения, ускоряющие развитие вашего аккаунта. Используйте их с умом, ведь некоторые из них действуют в ограниченное время. Понятно так, акция. И не забудьте про ежедневные акции, которые помогут вам изрядно сэкономить на покупке снарядов и свитков. Замечательно. А теперь говорим о том, как вам занять трон. Придется сражаться, много сражаться. Для того, чтобы начать сражение, нажмите на вот этого дедусю с топором и со щитом, а затем выберите режим боя. За каждый бой вы тратите энергии. Чем больше запас энергии, тем больше боев можно провести. Если весь запас энергии иссяк, можно зажечь факел и ждать, пока ваш противник найдет вас. Основная задача боя. Победить противников, уничтожив его замок и не дав разрушить свой. А-а-а. Я должен разрушить его замок. Ну, не дать. Разрушить мой замок. Очень круто. Очень-очень мне нравится. Так, сперва необходимо нажать на главную башню и выбрать снаряд, которым вы будете стрелять. Затем нужно прицелиться и рассчитать мощность выстрела. Учитывая направление и силу ветра, которые будут влиять на полет снаряда. Под показателем здоровья замка вы увидите главные ресурсы боя. Еду, которая тратится при вызове войск. И ману, которая необходима для применения заклинаний. Нажав на ворота замка, вы сможете выбрать воинов, которые незамедлительно пойдут в атаку на замок врага. Так, вот такие рыцари. С конем есть. Есть какие-то зомби. Нажав на сторожевую башню, если она построена, вы можете выбрать один из множества способов защиты замка. От поступающих врагов башня будет атаковать противников автоматически. Магическая башня, если она построена, позволяет вам набирать заклинания, которым затем необходимо навести на цель. Вот и все, а теперь в бой. Да, я думаю, пора приступить к бою. Люди, доблестные рыцари, любимчики, милых дам. Буду за них. Так, есть акции. Так, акции. Разрывное ядро. Сколько осталось 2 часа у меня? 10 за 22. Я могу купить разрывное ядро за 22 кристалла. Ну, давайте раз акция действует, давайте купим. Окей, мы купили ядро. Все, пока что хватит. Играю я один, друзей пока у меня нету. Так, ну все понятно, кристаллы. Вот это редкие кристаллы, это повседневные кристаллы. Есть склад у меня. Есть каменное ядро 99, разрывное ядро 10. Магии пока у меня нету. Так, а, я зажег, если зажгу флаг, 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 то автоматически я, меня кто-то найдет. Архитектор. Так, тут я могу улучшать заклинания. Давайте что-нибудь попробуем улучшить. Основная башня 1. Главная башня замка позволяет строить другие здания с повышением уровня, а также повышает максимальную прочность замка на 50 единиц в каждый уровень. Нет, давайте разок сыграем, посмотрим, что это будет. Сражение. В разработке, в разработке, вот стоимость 1 бой. Схватка, да, давайте уже приступим к схватке и посмотрим, что из этого выйдет. Так, что ж, вот сама схватка. Надеюсь, она загрузится быстро. Так, что тут у нас есть? Вот у меня 99 каменных снарядов и 10 взрывающихся. Так, вот он замок соперника. Так, а даже я буду атаковать. Так, мне нужно нажать на здание, выбрать снаряд. Так, пока что я не очень понял принцип. Так, я промазал. Посмотрим, что... Как ответит мой оппонент. Так, игрушка что-то тормозит. Жесть. Как? Камень завис в воздухе. Так, ладно. Тут я что-то не могу выбрать. Ничего. Я думал, я могу войско выбрать, чтобы они шли в атаку, но, к сожалению, не могу. Так, я стреляю и попадаю по зданию. Сейчас должен стрельнуть мой противник. Тоже попадает по зданию. Давайте я попробую разрывное ядро использовать, раз я купил. Так, я вмажу, попробую еще раз. Так, ядро не восстановилось. А, мой противник меня потихоньку бомбит. Ну, ничего страшного, мы не сдаемся. А, вот я примерно принцип понял. Ветер сильный, это плохо. Попадаю в здание. Плохо, что он не рушится. Это очень плохо. Было бы более зрелищно, если бы здание рушилось. А так оно не рушится и не очень интересно, честно говоря. Так, давайте попробуем разрывную использовать. Да, игра, конечно, тормозит. Так, вот он, разрывной снаряд. Что-то он не так уж много отнял, как я ожидал от него. Так, а, вот она сверху, картинка, как стреляет мой враг. Вообще, у меня уже много еды, я бы мог кого-то выпустить, чтобы он пошел в атаку. Ну, к сожалению, не могу. Так, тут я думаю, можно вот так стрелять. А, нет, надо было повыше чуть-чуть взять. Ну, да ладно. Ну, тут еще будут какие-то снаряды, которые я приобрету. А, я могу сделать поменьше или побольше экран. Я думаю, в данном случае сделать его лучше поменьше. Так будет поудобнее. Так, ветер, значит, в мою сторону. Так, походу, дело я мажу. И меня, по-моему, скоро выиграют. Победят. Победим. Так, ну, давайте уж-то играем до конца, раз взялись. Не, я ждал чего-то большего, конечно. От этой игрушки. Так, попало и хороший урон нанес. Давайте попробуем еще раз попасть. В принципе, я уже понял. Может быть, эту игру доработают, будут как-то с разрушением, будет более интересно. Но пока что, такая какая-то она банальная. Немножко. Так, еще раз попал. Я думаю, скоро я его выиграю. О, он мне прям в центр попал. Сейчас подождем. Восстановится. Интересно, что у меня каменное ядро 99, и оно не тратится. То есть, его постоянно 99. Хотя бы, я не знаю, нарисовали бы знак бесконечности, что ли. И ты так немножко путаешься. Так, давайте попробуем попасть. Ага, попали. Нам всего лишь нужно добить его. Если он не добьет меня. Так, снаряд восстановился. Давайте, давайте же его добьем. Что, он умер или нет? Непонятно. Вообще, на картинке же написано, вроде как нарисовано, что я его убил. А на самом деле, походу, дело, что нет. Ладно, у меня есть еще один выстрел. Давайте попробуем. Попробуем его добить. Странно, что он еще живой. По сути, я его, по идее, победил. Вот тебе в утешении. Поражение странно. Очень странно. Я разочарован. Я ожидал чего-то большего. Получилась вот такая вот игра. Может быть, я... Что-то не понял. Что-то я не так делаю, может быть. Ну, не знаю. Может, потом будет более интересно. Вот тут всякие есть снаряды за зеленые ресурсы, за кристаллы зеленые. Давайте купим 10 таких. Ну, снайперский выстрел предназначен для особо важных целей. Ветер не мешает этому снаряду попасть в цель. Ну, окей, я хочу купить. И что? Давайте 7 купим. Почему я не могу купить? Странно, не могу купить. Да, наверное, игрушка просто не доработана. Давайте зайдем в нее попозже. И посмотрим, какая она станет в будущем. С вами был Дарвиди. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я вас всех люблю. Всем удачи. Всем пока. Не забывайте подписываться на моего друга. У него классные флеш игры. Вот. Обязательно заходите. Играйте. И... В общем, всем удачи. Всем пока. До скорого.